Добрый день дорогие друзья, вы смотрите канал Икстейт. Сегодня мы рассмотрим с вами 105 интересных фактов про Узбекистан. Если вы до сих пор не подписаны на канал, рекомендую подписаться. Новые интересные видео выходят каждую неделю. Я желаю вам приятного просмотра. Возьмите себе что-то вкусное и поехали. Территория страны простирается между двумя крупными реками Центральной Азии, Амударья и Сырдарья. Площадь страны составляет 448 978 квадратных километров. Протяженность внешних границ страны составляет 6 221 километр. Узбекистан входил в состав Советского Союза. После распада страна присоединилась к СНГ. Узбекистан светское государство, занимающее нейтральную позицию в войнах. Узбекистанцы – прирожденные дипломаты. Они всячески избегают конфликтов, не любят отказывать напрямую и практически на любую просьбу отвечают согласием. При этом, если решить вопрос невозможно, они будут предлагать даже самые нелепые варианты, лишь бы никто не ушел обешенным. Некоторым городам Узбекистана более 2700 лет. Самарканд – древнейший город страны и один из древнейших городов мира. Страна является самой населенной в Средней Азии и находится на третьем месте в постсоветском пространстве. На плодородных землях Междуречия зародилась одна из самых древних цивилизаций Востока. По свидетельству археологов, эта земля была заселена еще в эпоху раннего Палеолита. По итогам первого квартала 2019 года турпоток в страну увеличился на 42%. Каждую осень в Узбекистане проводится международная туристическая ярмарка. В рейтинге Gallup Global страна заняла пятое место по безопасности, пропустив вперед лишь Сингапур, Норвегию, Исландию и Финляндию. Не все знают, что Узбекистан стоит на четвертом месте в мире по тобыче золота, пропустив вперед лишь ЮАР, США и Россию. Эта страна очень богата им. Каждый год здесь добывают более 160 миллионов унций золота. А расположенный в Узбекистане золотодобывающий рудник Мурунтау считают самым крупным открытым месторождением на нашей планете. Только с этого рудника ежегодно получают 2 миллиона унций драгоценного желтого металла. Узбекистан по производству хлопка состоит в пятерке мировых производителей. В Козелкумских горах были обнаружены пятна, состав которых имеет внеземное происхождение. Много веков назад Узбекистан входил в состав Персидской империи, благодаря чему страна имеет очень богатую историю. Много десятилетий эти земли были частью империи Тамерлана и вообще Тимуридов. Также Узбекистан был частью Великого Шелкового Пути. Протяженность его составляла почти 12 тысяч километров. В современных городах Самарканде, Бухаре и Хеве в те времена останавливались купцы, следующие этим знаменитым торговым маршрутом. Существовало три направления трассы, которые соединялись множеством мелких дорог. Караваны вывозили знаменитых ферганских лошадей, ткани, клинки и красивейшие ковры. Название было введено в 1877 году немецким ученым Фердинандом фон Рихтгофеном. Один из самых значимых городов Узбекистана Самарканд – ровесник Рима, а некоторые ученые считают, что он даже древнее. Кстати, Ташкент тоже древний. По данным ученых, его основали еще в период зоороастризма. В 1994 году в Самарканде была принята декларация ЮНЕСКО о возрождении Великого Шелкового Пути. Узбекистан находится почти на той же широте, что и Греция, Испания, Италия. По статистике, Узбекистан – одна из самых солнечных стран. Ясное небо здесь 300 дней в году. Обилие солнца, с одной стороны, благоприятствует созреванию самых разных видов фруктов и овощей, но с другой выражается в нехватке воды как для полива, так и для питья. Аральское море люди погубили. Реки в стране пересыхают, а подземные воды и водохранилища идут в первую очередь на орошение растений. Большую часть территорий занимают пустыни и горы. Горная местность представлена системой Тяньшань. Ее самая высокая точка – гора Аделонга. А вот еще больше информации о горах можно узнать из предыдущего видео на моем канале. Самая большая из пустынь – Козелкум. Она же красные пески протяженностью 700 километров. Животный мир пустыни представлен полутораметровыми варанами, сусликами, сурками, предсмыкающимися и сайгаками. На территории страны расположено несколько озер. Самое крупное из них – Аральское море со своей трагической судьбой. В 1969 году после аномального разлива Сардарья на юго-востоке пустыни Козелкум образовалось искусственное озеро Айдаркуль. Сюда завезли более двух десятков видов рыб, а с Арала перебралось множество птиц. Растительный мир представлен полутора тысячами растений. 800 из них являются эндемиками, то есть нигде больше не встречаются. Фауна представлена более 800 видами, 184 из них занесены в Красную книгу. Особое место занимает 9 красивейших заповедников. Самым крупным из них считается Четкальский национальный парк, который по праву считается одним из наиболее экологически чистых мест на земле. Здесь обитают медведь, каменная куница, туркестанская рысь, снежный барс, сибирская косуля, архар, горный козел. В отрогах Заравшанского хребта находится геологический заповедник Китап. Здесь воучие можно наблюдать, как формировала земная кора. Недалеко от Бухары создан единственный в Средней Азии питомник для разведения джейранов. Два десятилетия назад в нем было всего около 40 особей, а сейчас насчитывается более 700. Родоначальником современной алгебры считается Аль-Харезми с его трактатом Китап-Аль-Джебур. Он же принимал непосредственное участие в градусном измерении земного шара. Благодаря работе ученого книга об индийской арифметике, переведенной на латынь, европейцы познакомились с современной системой десятитысячного исчисления. Трактат Абу-Райхана Беруни, написанный в 1037 году, считается первой энциклопедией по астрономии. До 17 века медицинский трактат Авиценны, канон врачебной науки, изучался во всех университетах Европы. Сборник высказываний пророка Мухаммеда, составленный имамом Аль-Бухари, считается в мусульманском мире вторым после Корана источником. Города Самарканд, Бухара и Хива занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Усыпальница великого полководца Тимурана изнутри отделана полудрагоценным ониксом. В Бухаре находится минарет Колян, построенный в XI веке. Его высота составляет 50 метров. Музеи под открытым небом часто являются средневековыми декорациями к современной жизни. На их площадях проводятся международные фестивали и научно-теоретические конференции. Летом 2019 года было объявлено об открытии академикам Ротвиланзе Александрии Аксианской Птолемея, которая была основана армией Александра Македонского в III-IV веках до н.э. Даже создан трехмерный видеоролик, виртуально моделирующий древнюю крепость. Особое место в культуре занимают художественные ремесла. Это искусство керамики, ковроткачество, резьба по дереву и алебастру, чеканка, изготовление ножей, ткачество, лаковая миниатюра, золотое шитье и многое другое. С 1995 года под эгидой ООН и государства проводятся различные ремесленные ярмарки. В начале сентября 2019 в Коканде прошел международный фестиваль ремесленников, в котором приняли участие мастера и гости из 60 стран. Рецепт изготовления глазури и шкор, придающий знаменитой керамике рештана удивительно бирюзовый цвет, был практически утерян. Его восстановили в 70-х годах прошлого столетия. В старом здании 1870 года в самом центре Ташкента был найден клад стоимости в миллионы долларов. Одна только книга, покрытая золотом, была оценена в 600 тысяч. Национальным головным убором является тюбетейка. По ее узору можно определить местность, в которой она была изготовлена. Узбекская кухня заслуженно признана одной из вкуснейших на Востоке. Существует около сотни рецептов приготовления плова. Его приготовление будет отличаться по областям. На свадьбу готовится ритуальный праздничный плов, порции на 700 человек. Кроме лепешек в тандыре можно приготовить самсу и любые виды мяса и птицы. В южных районах страны мясо готовится с дровами из арчи, которые придают ему пикантный хвойный аромат. На праздник весеннего равноденствия 21 марта обязательно готовят самолек. За несколько дней проращивают пшеницу, которая затем перемалывается и варится в огромном котле целые сутки. Для того, чтобы масса не подгорала, в котел кладут камешки. Считается, что нашедшему в своей порции камешек весь год будет сопутствовать удаче. Застолье начинается с преломления лепешки старшим и обязательно с пиало-зеленого чая. Чай до краев не наливают, так как это считается неуважением. Наиболее почетным считается место подальше от входа. Старейший базар Ташкента Черсу функционирует с 8 века до наших дней. Торговаться тут можно и нужно, но для иностранцев на рынках сильно завышают цены, поэтому, чтобы сэкономить, лучше нанять местного гида, который найдет лучший товар и по лучшей цене. Из всей Средней Азии только в Узбекистане есть метро. Узбекское метро – самое красивое и величественное в Центральной Азии и первое из построенных в этом регионе. Станции подземки в Ташкенте украшают мрамор и гранит, а также мозаика. Восхищают красотой люстры и светильники. Как и московский метрополитен, узбекская подземка напоминает богатый дворец. Здесь есть чем полюбоваться. Самым высоким строением Ташкента является телебашня высотой 375 метров. Это единственное в Центральной Азии подобное сооружение. Башни входят в десятку самых высоких сооружений такого типа в мире. Самым крупным в Центральной Азии аэропортом является Ташкентский. Механизм часов ташкентских курантов ранее располагался в городской ратуше города Аленштейн. Он был привезен и подарен родному городу после войны. Впервые куранты зазвонили в 1947 году. В 1919 году при университете был основан ботанический сад. В нем растет более четырех с половиной тысяч растений. Ежегодно в нем проводится день птиц. Последний туранский тигр был убит в 1946 году в пойме реки Черчик. Узбекская национальная борьба на поясах кураж появилась более трех тысячелетий назад и официально включена в неолимпийские виды спорта. Группа ученых Института археологии Лондона заявила о том, что железо для изготовления знаменитой дамасской стали добывалось и производилось на территории Ферганской долины. От центра Ташкента для туристов проводятся экскурсии по городу на двухэтажных автобусах. Шелковые ткани маргеллана были широко известны во всем мире уже в десятом веке. Узбекистан богат. Бальнеологическими курортами Чертак, Агалык, Ташкентские минеральные воды и Чимган. Уникальный горный курорт Амирси расположен в одном из красивейших мест на отрогах Читкальского хребта. Он соответствует мировым стандартам качества и безопасности. Ученые утверждают, что плата Устюрт является дном моря, существовавшего в Кайнозойскую эру 21 миллион лет назад. Здесь обнаружено около 60 стойбищ людей эпохи неолита. На плата найдены загадочные рисунки в виде наконечников-копий. Рассмотреть их можно только с воздуха. Они направлены строго на север и имеют длину до 900 метров, а ширину до 600. Стрелы воздвигнуты из камня. Назначение их до сих пор не разгадано. Доска почета академических светил Узбекистана была бы неполной без Улакбека. Математика, астронома и астролога, основавшего в окрестностях Самарканда одну из двух важнейших обсерваторий Средневековья и подарившего миру подробный каталог звездного неба – Горганский Зидж. По воспоминаниям современников, в геометрии Улакбек был подобен Евклиду, а в астрономии – Птолемея. Он основал медресе, в котором одновременно обучалось более ста студентов. При этом научные труды в библиографии Улакбека соседствуют с работами по астрологии и эзотерике, которым в поисках ответов на волнующие вопросы обращаются даже сейчас, спустя пять столетий после их создания. Плов – национальное достояние страны. Предмет гордости и ироничных гастрономических споров между регионами. В каждом из них плов готовят по-разному. Сдержанная природа Средней Азии в свое время вдохновила жителей Узбекистана на создание самобытного и невероятно яркого пласта визуальной культуры, орнаментов, узоров и принтов. Традиционные техники окраса и орнаментации тканей с чередованием насыщенных акцентов из противоположных частиц вдового спектра создают характерную витрину Узбекистана, а вместе с ней и настроение целой страны. Шлейф великого шелкового пути в паттернах Бахмали, Адараса и Атласа тянется сквозь века и вдохновляет дизайнеров от кутюр не только в Узбекистане, но и по всему миру. В 2020 году, например, Армани представил коллекцию с узбекскими мотивами. Лучшее время для посещения Узбекистана – весна и осень. Летом тут непереносимая жара, температура воздуха достигает 50 градусов, а зимой холод. Ну а самое идеальное время для поездки все-таки осень, когда уже поспели фрукты и они стоят очень дешево. Практическое большинство населения страны довольно хорошо знает русский язык. Старшее поколение со времен СССР. Молодой либо перенимает у русскоговорящих родителей, либо во время работы в России, либо учат русский в школах. Узбеки очень гостеприимны. Уже через несколько минут общения вас могут пригласить к себе домой в гости с ночевкой и накормить домашним пловом с шашлыком. Если позволяет время, не отказывайтесь, остерегаться тут нечего. Абсолютное большинство автомобилей на улице местного производства – это Chevrolet и Deo, причем белого цвета по причине сильной жары летом. Из-за высокой стоимости налога на растаможку иностранных автомобилей мало кто может позволить себе иномарку. В Узбекистане почти половина машин – старые советские «Волги» и «Жигули». В Ташкенте большая часть автобусов используется под маркой «Мерседес», а как микроавтобусы нередко ездят «Рафа». Импортные евромашины сконцентрированы в основном в Ташкенте. В Узбекистане очень жесткая система регистрации. С момента въезда дается три дня без регистрации. Далее ее нужно продлить либо в гостиницах, либо регистрироваться у местных, где вы проживаете. Бумажки с регистрациями всегда проверяют на выезде. Букинг работает специфично. Самые интересные для путешествия древние города – Хива, Самарканд и Бухара. Тут вы почувствуете настоящее волшебство Востока и не раз вспомните сказку о Баладине. У Узбекистана, а также почти у всех его соседей нет выхода к морям. Когда-то на территории страны располагалось Аральское море. Однако из-за неправильных и безответственных действий человека Арал практически пересох. Море исчезло. Ведь раньше этот водоем занимал четвертое место среди всех внутренних морей на Земле по объему воды. О морях тоже есть отдельное видео на канале. Обязательно посмотрите. Когда-то в Узбекистане можно было отдохнуть на море, на месте которого образовалась пустыня Аралкум. А в бывшем портовом городе Мойнаке находятся кладбище кораблей. Сейчас очень популярны джип-туры до остатков Аральского моря, от которого осталось небольшое озеро с высоким содержанием соли. Узбекистан. Страна богата на уникальные археологические находки. В районе Гесаркского хребта археологи обнаружили крупные следы динозавров, оставленные примерно 75 миллионов лет назад. А в 2000 году узбекские специалисты обнаружили поблизости от Самарканда мумию царицы Сакской. О том, что женщина, чьи останки были захоронены, принадлежала к семье Александра Македонского и могла быть его женой. Говорили ее богатейшие облачения и примерные годы жизни умершей, которые совпадают с периодом зятия Александра Македонским Самарканда. В районах Самарканда и Кашкадарья были найдены пирамиды высотой около 15 метров. После того, как Ташкент был завоеван Российской империей, его начали застраивать по аналогичному плану, что Петербург и Москва. Поэтому многие улицы и проспекты здесь непривычно широкие для среднеазиатского города. Западную часть города даже прозвали Русский Самарканд, Европейский Самарканд и Южный Петербург. Узбекистан граничит с пятью странами. Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном. Со всеми странами, кроме Афганистана, Узбекистан связан по железной дороге. В 2017 авиакомпания Узбекистан Хава Юлари заняла первое место среди авиаперевозчиков СНГ в номинации «Лучшее бортовое питание». Даже в эконом-классе пассажирам предлагают плов, манты, самсу и красное вино. Невероятно сладкие и ароматные мерзачульские дыни считаются самыми вкусными в мире. Они растут без обильного полива под щедрым узбекским солнцем. По той же причине все фрукты из Узбекистана богаты природными сахарами. Один из главных узбекских праздников – Навруз, символизирующий обновление. Его отмечают в день весеннего равноденствия с незапамятных времен, а в течение 40 дней после него женщины готовят самолек. Праздничное блюдо из пророщенных зерен пшеницы. Узбекистанцы привыкли жить в большом сообществе, а типичная социальная модель представлена в городском квартале – Махале, жители которой вместе отмечают праздники и решают проблемы. В Махалях сохранился древний обычай взаимопомощи – хашар. Соседи сообща ремонтируют и строят дома, поддерживают порядок и благоустраивают свой район. Узбекистан – страна с самыми мелкими купюрами в мире. Самая крупная купюра здесь – 5000 сумм. В переводе с узбекского означает «рубль», что составляет около одного доллара. Водитель КамАЗа, возящий клетчатую сумку с деньгами и расплачивающийся за заправку стопой из 800 самых крупных купюр. ЖТ-кассиры, продающие билеты в Россию за 400 бумажных денег – здесь повседневное явление. Люди, идущие за покупками с мешком денег, никого здесь не удивляют. Узбекистан на сегодняшний день – одна из редких стран, где рыночный и официальный курс доллара значительно отличаются. Узбекистан – одна из двух стран бывшего СССР, где лидер страны пребывал неизменным со времен Союза до сентября 2016 года. При этом, по официальным данным, ровно 100% населения поддерживает лидера. В стране нет ни одной оппозиционной газеты. Все партии здесь поддерживают президента. Несмотря на 19 лет независимости, стоимость даже внутренних железнодорожных билетов привязана к швейцарскому франку и еженедельно растет. В отличие от цены электрички, которая здесь зафиксирована государством и является очень низкой. В связи с переходом на латиницу в стране появилось четыре вида вывесок. По-узбекски – латинскими буквами. По-узбекски – русскими буквами. По-русски – по-русски латинскими буквами. Все виды вывесок и объявлений произвольно чередуются без какой-либо понятной системы. А вот газеты на русском языке в провинции почти не встречаются. Супермаркеты в Узбекистане содержат весьма ограниченный ассортимент товаров, напоминающий советский. Даже в большом магазине можно найти несколько десятков видов товаров, зато почти все местного производства. В отличие от соседнего Таджикистана, тут нет засилья российской продукции. Всего понемногу, зато свое узбекское. В городах Узбекистана очень много зелени и цветов. Во всех городах от Андижана до Бухары. Внешнему благоустройству городов уделяется внимание. Узбекистан – единственная страна СНГ, где привлечение граждан на общественные работы достигает больших масштабов. Всем предприятиям и организациям завещано правительством выделить своих сотрудников на 10 дней на поле с охранением зарплаты. Жители Узбекистана, как и многие другие жители Азии, придают большое значение внешнему виду, чтобы было как у всех или не хуже, чем у всех. В Узбекистане очень много милиции. Милиционеры буквально на каждом углу. Единственное, в среднеазиатском регионе высокоскоростная железная дорога соединяет узбекские города Ташкент и Самарканд. По данным ООН, Узбекистан опережает все государства СНГ по уровню счастья жителей. В 2020 году республика заняла 38 место из 156 в рейтинге счастливых стран мира. Дорогие друзья, если вы из Узбекистана, обязательно напишите в комментариях что-то интересное. Скорее всего, у вас есть свои уникальные мысли по поводу страны. А если вы ездили из другой страны в Узбекистан, то напишите свои впечатления. Будет интересно прочитать. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, включайте все уведомления, нажав на колокол. Делитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах, чтобы его увидело как можно больше новых зрителей. Не забывайте ставить большой палец вверх. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.